Александр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте напомним нашим телезрителям, в чем суть нововведения приказа Министерства здравоохранения. Что принципиально поменяется? Принципиально поменяются два момента. Теперь каждый водитель, абсолютно каждый водитель, будет проходить в обязательном порядке при освидетельствовании у врача-психиатра-нарколога два дополнительных обследования. Это обследование на маркер алкоголизма, хронического злоупотребления алкоголем, называется карбогидратодефицитный трансферин, CDT. И анализ мочи на наркотики. Это ужесточение назрело, как вы считаете? Однозначно, и можно назвать это ужесточением, но мы все видим, что ситуация на дорогах вызывает очень много вопросов, напряженных вопросов по тому большому количеству ДТП. К сожалению, нередко с жертвами, с участием водителей, которые были в опьянении. Если водители не прошли исследование, у них есть шанс получить водительские права на перспективе? Нет, но исследование они однозначно прошли, раз уже получили результат. А вот если действительно будет в случае, если будет завышен показатель CDT или обнаружены какие-то наркотические вещества, в таком случае будет гражданин проходить дополнительное обследование на уже усмотрение врача-психиатра-нарколога, который будет определять дальнейший объем этого обследования. Ни в коем случае само наличие положительного результата по наркотикам или по CDT не будет означать, что человек никак не сможет получить справку. Он будет проходить дополнительное обследование, в период которого будет окончательно приниматься решение, есть ли у человека признаки, которые противоречат тому, чтобы он управлял транспортным средством. Это обследование он будет проходить, естественно, бесплатно. Насколько я знаю, аппарат для нового исследования уже находится в наркологической больнице. У нас уже есть несколько лет, мы на нем проводим исследование. На сегодняшний день мы проводили исследование для категории водителей, которые были лишены водительских прав за управление в состоянии опьянения. Вот эти водители у нас проходили такое исследование. Сейчас, с учетом нововведения, очередей не будет? Может быть, что-то предварительно необходимо сделать водителям? Да. Мы сейчас все сделали для того, организовали так работу, чтобы очереди непосредственно в учреждении, когда человек приходит, стоит в очереди сначала в процедурный кабинет, потом, так сказать, на сдачу мочи, ни в коем случае не было. То есть все эти переосмотры у врача-психиатра-нарколога будут проходить по предварительной записи, после прохождения СДТ и обследования на наркотики. То есть человек может записаться электронно, по телефону, на определенный день, в который он придет. Именно в этот день он без очереди пройдет все эти исследования. Но этот период может быть достаточно продолжительным. Через две, может быть, через три недели он запишется. Просто надо в этом смысле всем гражданам как-то быть подготовленными и распланировать просто свое прохождение вот этой водительской комиссии. Александр Васильевич, благодарю вас за интересную беседу. Спасибо большое. И напомню, гостем дня в событиях был главный нарколог Ярославской области Александр Волков. Продолжение следует...